Закон о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в ходе первого заседания осенней сессии парламента был принят в окончательном чтении. Он вступит в силу с 1 января 2022 года и обяжет определенные категории предпринимателей применять при расчетах кассовые аппараты. Кабинет министра республики установит перечень в зависимости от товара оборотов, от объема выручки, от деятельности тех предпринимателей, которые будут подпадать под обязательное применение контрольно-кассовой техники, в том числе и в зависимости от налогового режима, под какой попадает тот или иной предприниматель. Контрольно-кассовая техника позволит передавать данные на сервер Министерства по налогам и сборам, что будет способствовать выведению экономики из тени. Порядок применения закона установит Кабинет министров. Вообще закон предполагает подготовку подзаконных нормативно-правовых актов, в том числе и Кабинета министров, нашим ведомствам. Мы должны разработать, как я говорил уже, перечень технических условий, которые можно совместить с нашим программным обеспечением. Кабинет министров должен разработать порядок внедрения контрольно-кассовой техники. Контрольно-кассовая техника не будет внедряться разом, однодневно, то есть поэтапно, все будет происходить поэтапно до 2024 года. Предприниматели вряд ли обяжут оплачивать установку новой техники в полном объеме. Окончательно пока не решено, но, возможно, часть нагрузки на себя возьмет государство, либо часть затрат будет засчитана в счет налогов. А вот сумма штрафа за неисполнение положений данного закона уже известна. Уже у нас в кодексе об отстраненных правонарушениях установлены санкции за нарушение правил, предусмотренных этим законом. В зависимости от экономико-правовой формы, если это юридическое лицо, там около 25 тысяч рублей штраф, если это индивидуальный предприниматель, то до 10 тысяч рублей штраф, до 12 вернее. У предпринимателей будет два года на то, чтобы выполнить требования нового закона. Внедрение контрольно-кассовой техники должно завершиться к началу 2024 года. При Министерстве по налогам и сборам будет создан специальный орган, куда будет стекаться информация со всех районов Абхазии. Трудности могут возникнуть только там, где есть проблемы с интернет-соединением. Надежда Боровикова, Турник Амичба, Абаза ТВ.